ДТП с участием трех автомобилей произошло в центре города. Пострадавших, к счастью, нет, зато незначительные повреждения получили транспортные средства. Впрочем, водители, которые находились за рулем, даже не имея водительского удостоверения, никто наказывать не стал. Вместо штрафа автолюбителям дали наставление и ознакомили с правилами дорожного движения. На площади Мрацей прошла акция «Юный водитель». В дорожном ликбезе участие приняла и моя коллега Алина Ваучейская. Ей слово. Грудь и спина для водителя – стена. Эту фразу знает, пожалуй, каждый автомобилист. А вот для юных автолюбителей сигналы регулировщиков – новинку. На проезжей части, пусть и импровизированные, то и дело образуются дорожные заторы. Но после небольшого ликбеза в части ПДД движение нормализуется. Сейчас я перекрываю движение для всех. Открываю движение для вас. В автомобильной пробке оказался и четырехлетний Артем Ильин. До получения водительского удостоверения маленькому автомобилисту еще далеко. Однако это не мешает мальчику изучать правила дорожного движения уже сейчас. А когда вырастешь, будешь водить? А правила дорожного движения знаешь? Пока нет. А вот здесь вот что делал? Узнал. А что именно узнал? Да, надо ездить. Приучать к соблюдению правил дорожного движения нужно с самого раннего детства, считает мама Артема Лариса Асоловская. Именно поэтому их семья решила поучаствовать в акции «Юный водитель». Это развитие наших детей. Это помощь в том, чтобы они правильно вели себя на дорогах. Я думаю, что это очень надо. Дорожные знаки, разметка, светофоры «Зебра», пешеходы и даже настоящий инспектор ДПС. Все условия по максимуму приближены к реальным. Правда, за нарушение малышей никто не наказывает. Ведь главная цель акции – ознакомить юных водителей с правилами дорожного движения и снизить детский травматизм на дорогах. Мысль была такая, что дети с раннего возраста, пускай не боятся человека в форме, соблюдают правила движения. Мы все видим, что они нормально на это реагируют. Кстати, знания маленьких водителей оказались на довольно высоком уровне. Если на автодроме ребята чувствовали себя не совсем уверенно, то на лекции по ПДД каждый из них показал весьма отличные знания. Честно сказать, лично сегодня я удивился. Дети, я скажу, знают. Хорошо знают правила дорожного движения. Есть, конечно. А вот в каком месте надо переходить проезжую часть, то есть что такое «Зебра», тоже они, в принципе, это все знают. За свои знания маленькие автомобилисты получили приятные подарки. Совместными усилиями сотрудники ГИБДД и Комиссии по безопасности дорожного движения Ненецкого округа еще раз показали и доказали, что безопасность на дорогах напрямую зависит от знаний ПДД.